Продолжение следует... Здравствуйте, Алексей Юрьевич. Добрый день. Алексей Юрьевич, директор Института высшей нервной деятельности. Нас с ним объединяет не только давнишняя дружба, но и общая тематика. И я и он, мы занимаемся и занимались оптогенетическим протезированием сетчатки. По счастью, немножко разными объектами. Мы больше биполярами, Алексей больше гонглиозными клетками. Мы сотрудничаем, мы обмениваемся взаимными консультациями. Но я думаю, что сегодняшняя лекция, Алексей Юрьевич, будет гораздо шире, чем оптогенетическое протезирование. А вообще, вот я сейчас прочитаю название. Оптооптические методы регистрации динамических процессов в нервной системе. Пожалуйста, Алексей Юрьевич. Спасибо большое, Михаил Леонидович, за представление. Во-первых, хочу поблагодарить Оргкомитет за возможность выступить на этом форуме. И изначально, когда меня просили сделать этот доклад, идеология была такая, что рассказать о оптических методах, но с упором на то, что действительно происходит в нашей стране, что делается в наших российских лабораториях. В принципе, конечно, такой подход, с одной стороны, он немножко как бы сужает возможность... А, сейчас я, наверное, выведу презентацию свою на экран. Сейчас, одну минутку. Так, видна презентация, да? Видимо, да. Да, с одной стороны, такой подход, он несколько сужает вообще тематику и возможный круг осматриваемых методов, но мне показалось, это действительно очень полезно в текущей ситуации, когда, в общем, сейчас даже плазмиду из адгена не купишь, и в этой ситуации очень полезно знать, что уже происходит, что уже налажено в каких-то соседних буквально лабораториях, когда можно куда-то вот физически приехать, посмотреть, поделиться, попросить какие-то генетические конструкции уже готовые, работающие. Поэтому вот в этом смысле, мне кажется, действительно полезно знать, что как бы уже в стране есть. Ну и, конечно, мой короткий доклад не может охватить всего того, что у нас происходит. Я вот выбрал просто несколько, на мой взгляд, интересных с методической точки зрения методов, и про них вот более подробно расскажу. В принципе, как бы когда только задумывалась эта сессия, она должна была быть посвящена синаптической передаче, синаптической трансмиссии, и, собственно, поэтому мы и начнем с рассмотрения методов, которые позволяют оптическими способами регистрировать синаптическую трансмиссию, оптическую передачу. Хотя мой сегодняшний доклад в основном будет посвящен генетически кодируемым сенсорам, но начать я хочу с немножко другого метода, с метода оптической регистрации использования так называемых FM-красителей. Ну, вот здесь представлены молекулы FM-красителей. Это флуоресцентные соединения. FM, в принципе, значит здесь это просто аббревиатура имени, фамилии их создателя. Значит, это молекула, которая имеет гидрофобную и гидрофильную часть. За счет наличия гидрофобной части молекула FM-красителя может встраиваться в мембрану плазматическую, и краситель обладает таким свойством, что когда он встроен в мембрану, он флуоресцирует. Когда он находится в растворе, флуоресцентция в значительной степени подавлена. Как происходят вообще процедуры эксперимента по регистрации синоптического релиза с использованием FM-красителей? В основном эти эксперименты выполняются на культируемых нейронах. У нас в институте была попытка применить их на переживающих срезах мозга. Вот Евгений Никитин, в частности, пытался это сделать. На переживающих срезах мозга работает плохо, потому что там много мембран, мертвых нейронов, которые захватывают краситель. Но на культуре это работает хорошо. Значит, в чем состоит процедура проведения такого эксперимента? Сначала FM-краситель добавляется в окружающую среду, и он встраивается во все мембраны плазматические, до которых может добраться. И потом в тех местах, где происходят активные эндо- и экзоцитоз, то есть это при синаптическом терминале, за счет экзоцитоза формируются визикулы, синаптические визикулы, которые содержат, поскольку они, если они формируются из мембраны при синаптическом окончании, они будут содержать молекулы FM-красителя, который встроен из мембраны, таким образом флуоресцируют. После того, как визикулы сформированы и отошли внутрь терминали, производится интенсивный отмыв, то есть из внешних плазматических мембран на проситель уходит. И оказывается, вот мы видим вот такое типичное окрашивание варикозностей, в которых расположены как бы прессинаптические места выброса. Дальше, когда происходит высвобождение медиатора, визикулы сливаются с мембраной и краситель дефундирует из визикулы, при этом флуоресценция снижается. Ну вот как выглядит типичный эксперимент с использованием FM-красителя, то есть это на культуре нейронов. Есть какой-то некий базовый изначальный уровень флуоресценции. Затем, если вы даете стимуляцию электрическую, в данном случае частотой 10 Гц, происходит резкое падение интенсивности флуоресценции, что свидетельствует о происходящем выбросе медиатора. Интересно, что если применить последующие такие же стимуляции, то дальнейшего падения флуоресценции не происходит. И что говорит о том, что все визикулы, которые были окрашены, они выбросились. Ну вот, собственно, вот так это выглядит, что окрашенный нейрон, когда происходит релиз, просто все пускнеет. И используя этот метод, можно изучать как индуцированное высвобождение медиатора, так и спонтанное. То есть, если вы видите некую кривую уменьшения интенсивности флуоресценции, то за вычетом фотовоцветания, фотобличинга, это падение означает спонтанное высвобождение медиатора. Причем, если заблокировать, например, потенциалы действия этот родотоксином, тогда вы можете наблюдать спонтанное высвобождение медиатора во время миниатюрных потенциалов. В нашей стране этот метод налажен и работает в Казани, в медуниверситете, в лаборатории Андрея Львовича Зефирова, на нервно-мышечном препарате. Поэтому, если у кого-то будет действительно желание этот метод у себя в лаборатории наладить, то имеет смысл напроситься в гости и посмотреть, как в Казани этот метод работает. Понятно, что, используя ФМ-красители, можно изучать, можно покрасить все синаптические визикулы, которые у вас есть на препарате. А что, если вы хотите изучить высвобождение... Ну, известно, что многие нейроны могут высвобождать несколько медиаторов. Что, если вы хотите изучать в высвобождении какого-то определенного медиатора только одного? И здесь на помощь приходят нам как раз генетически кодируемые сенсоры. Вот. Здесь я хочу рассказать об одной работе, которая проводится в Петербургском институте ядерной физики в лаборатории молекулярной генетики. И занимается этим Ольга Щербакова. Она работает на... Изучает симпатическую иннервацию кардиомиоцитов. Известно, что симпатические нейроны могут выделять несколько, множество нейротрансмиттеров и нейропептидов. И ацетилхолин, и допамин, и нейропептид Y. И как бы гипотеза, которую вот Ольга пытается проверить, это то, что нейротрансмиттеры могут высвобождаться по-разному в зависимости от того, какой тип активности происходит у симпатических нейронов. Таким образом, чтобы выполнить эту работу, ей каким-то образом нужно научиться дифференцированно измерять релиз, например, ацетилхолина или нейропептидоварб. Как это делается? Здесь на помощь приходят флуоресцентные, генетически кодируемые флуоресцентные зомби, так называемые флюорины, которые пишутся через PH. Это, в принципе, флуоресцентные белки, такие как GFP или красный флуоресцентный белок, подвергнутые мутагенезу таким образом, что они становятся сильно PH-чувствительными. Вот здесь, например, приведен пример спектра флуоресценции флуорина, и видно, что при кислом PH практически флуоресценции нет, а при изменении, при сдвиге PH в сторону физиологических значений интенсивность флуоресценции возрастает на порядок. Известно, что в синаптических визикулах наблюдается повышенное содержание протонов. Это происходит из-за того, что в мембране визикулы находится атеифаза, которая закачивает внутрь визику протоны. Делается для того, чтобы создать электрохимический градиент, который затем используется переносчиком для того, чтобы накачать визикулу тем или иным медиатором. Когда же происходит экзоцитоз, выброс медиатора, когда визикулы сливаются с мембраной, образуется пора, то PH внутри визикулы молниеносно выравнивается и становится равным кислотности окружающей среды. И поэтому, если каким-то образом поместить PH-чувствительный индикатор в ту или иную визикулу, индикатор будет изменением флуоресцентным нам говорить об изменении PH, таким образом мы сможем мониторить релиз определенного медиатора. Как это делается? Можно взять молекулы переносчика того или иного медиатора, например, моноамина или переносчика цитилхолина, и пришить к этой молекуле PH-чувствительный зонт. И тогда, после того, как клетка экспрессирует данную конструкцию, она встроится в мембрану визикулы таким образом, что PH-чувствительный зонт будет находиться внутри визикулы. И тогда при кислом значении PH, которое наблюдается в норме в визикуле, мы флуоресцент все увидеть не будем. Когда же визикула будет сливаться с плазматической мембраной, образовывается пора, PH будет повышаться, защелачиваться среда, и мы увидим резкое увеличение уровня флуоресценции. Затем, когда визикула, если она отходит обратно, PH в ней кислый восстанавливается не так быстро, и таким образом флуоресценция тоже будет восстанавливаться. если мы хотим изучать высвобождение нейропептидов, таких как BDNF или нейропептид Y, то тогда PH-чувствительный флуоресцентный зонт пришивается непосредственно к самому нейропептиду, и тогда у нас вот эта конструкция находится уже внутри визикулы. Таким образом можно изучать, например, была очень красивая работа по там, где изучала высвобождение BDNF из аксонов, дендритов, нейронов при разном типе стимуляций. Что Ольга делает? Она делает, соответственно, создала несколько таких конструкций репортерных, которые состоят, в данном случае, например, из нейропептида Y, связанного с PH-томата. Это красный флуоресцентный сенсор. И вот как бы еще другая изюминка ее работы, что предполагается проводить стимуляцию только тех нейронов, которые экспрессируют данный сенсор. Для этого планируется использовать методы оптогенетики, поэтому в конструкцию, которая довольно большая, включен также канальный родопсин. Ченал родопсин, разделенный титой и вставкой, чтобы он как бы разваливался на две части. Проблема здесь заключается в том, что для того, чтобы имиджить красные белки, используется зеленый свет. А зеленый свет не так эффективен, как синий, но тем не менее вполне себе активирует, по крайней мере, наиболее часто используемый чем родопсин-2 из хламидомонады. И поэтому для этих экспериментов было решено использовать сравнительно новый, не так давно открытый нашими коллегами Еленой Говоруновой Олегом Синищоковым канальный родопсин выделен из другого морского организма. В отличие от классического ченнеродопсина-2 спектр возбуждения этого канального родопсина сдвинут влево примерно на 30 нанометров. И таким образом, используя, когда мы будем имиджить белки и освещать их зеленым светом, есть шанс, что ченнеродопсин не будет активироваться. Мы тоже поработали немножко с этим блюшифтом, так называемым канальным родопсином. Вот здесь вы видите пример ответа нейрона, который экспрессирует этот блюшифт от канального родопсин на освещение светом синим, как и ожидалось сильная реакция. Но если использовать зеленый свет с длиной волны 530 нанометров, который часто используют при имиджинге красных белков, то мы видим, что активация нейрона тоже есть, хотя она не такая сильная. Однако если сместиться на 20 нанометров еще правее по спектру и использовать свет с длиной волны 550 нанометров, то реакция нейрона практически пропадает. Вот вы видите здесь три записи одного и того же нейрона в режиме фиксации потенциала. Реакция на синий свет довольно большая, это 250 пикампер, это заведомо потенциалу действия, в то время как на 550 наномпер это буквально 10 пикампер, то, что потенциал действия в нейроне не вызовет. Таким образом, проект вполне имеет хорошие шансы на то, чтобы быть осуществленным, то есть можно действительно имиджить красный сенсор, паш-чувствительный, и следить за высвобождением медиатора, используя свет с длиной волны 550 нанометров. Ну вот, что сейчас Ольга уже сделала, она сделала вот несколько таких сенсоров, вот на этом видео это пример культуры нейронов, зараженным сенсором на нейропептид Y, и что здесь происходит, здесь в какой-то вот в этот момент времени апплицируется калий-хлор, активируются клетки, и мы видим по реакции сенсора высвобождение медиатора. Затем в конце опыта апплицируется и наш 4-хлор, щелочь, который просто защелачивает все визику, и таким образом мы можем оценить сколько всего медиатора, сколько всего сенсора содержится в системе. Ну вот в июне Ольга должна приехать к нам в Москву, в лабораторию, и мы попробуем вот наши установки провести вот как бы тот опыт, который был задуман, то есть как бы all optical physiology, то есть мы будем светом стимулировать активность нейронов и имиджить также оптические высвобождения того или иного медиатора. Теперь я хотел бы перейти к немножко другим оптическим сенсорам, сенсорам, которые могут говорить нам о содержании концентрации того или иного нейротража, трансмиттера в экстраклеточной среде. Эти сенсоры, как и многие другие оптические сенсоры, они основаны на использовании так называемого циркулярно пермутированного флуоресцентного белка. Это может быть классический GFP или красный флуоресцентный белок. В принципе, можно сделать с любым белком. Значит, в чем состоит процедура вот этой вот циркулярной пермутации, но, грубо говоря, имеющийся C и N конец белка соединяются друг с другом, а в середине молекулы, близко к хромофору, образуется новый разрыв и образуются новые C и N концы. И таким образом функционирование молекулы становится очень сильно зависимым от положения вот этих новых C и N концов, то есть небольшое изменение конформации приводит к тому, что флуоресценция может пропадать или наоборот появляться. И вот эти новые образованные C и N концы пермутированного флуоресцентного белка, они подшиваются к одной из петель G-белок, связанного рецептором, именно той, в которой происходят конформационные перестройки при связывании с легандом. Таким образом, вот имея такую конструкцию, после того, как леганд связывается с G-белок, связанным рецептором, изменяется конформация циркулярно пермутированного флуоресцентного белка и происходит увеличение или возникновение флуоресцентного сигнала. То есть мы получаем некий такой маркер, который репортер, который позволяет нам, то есть который уровнем флуоресценции будет говорить о том, какая концентрация того или нового медиатора. Но вот, используя этот подход, были созданы зонды на ацетилхолин, используем ускориновые рецепторы, на дофамин и на норепинефрин. В принципе, существует немножко другой, но схожий подход, когда вместо же белок, связанного рецептора, берутся прокариотические белки, которые также могут связывать те или иные медиаторы. А все остальное то же самое также пермутированный флуоресцентный белок. И используя уже этот подход, тоже были созданы зонды к ацетилхолину, глутамату, к гамм, и так далее. Таким образом, экспрессируя вот такой вот зонд в нейроне или вообще в любой клетке, вы превращаете эту клетку в такой биосенсор, который вам уровнем флуоресценции будет говорить о том, какова у вас концентрация того или иного нейромедиатора в окружающей среде. Этот подход заинтересовал одну нашу лабораторию в нашем институте, лабораторию молекулярной нейробиологии под руководством Алексея Большакова. Они уже много лет работают, изучают роль ацетилхолина в работе мозга, в норме и при патологии, поэтому им были заказаны из отгена как раз две плазмиды с зондом нацетилхолин с использованием Ж-белок связанного рецептора и с использованием прокариотического белка. Дальше встает вопрос, а как регистрировать вот это изменение флуоресценции, которое вам показывает зонд, как его регистрировать. И здесь существует такой метод относительно простой, относительно недорогой, относительно вообще других методов регистрации, который называется волоконно-оптическая фотометрия. Как это работает? У вас есть ваш флуоресцентный зонд, инициированный в ту или иную область мозга, и вы вставляете, вживляете оптическую конюлю, то есть это световод, который связан с таким упрощенным флуоресцентным микроскопом, в котором есть все части флуоресцентного микроскопа, просто это такое небольшое устройство, то есть если вы собираетесь регистрировать зонды на основе зеленого флуоресцентного белка, значит у вас будет источник света синего, который отражается от дихореческого зеркала, проходит по световоду, возбуждает здесь краситель, и потом возникающая флуоресценция зеленая возвращается обратно через световод, проходит насквозь дихореческое зеркало, регистрируется фотодетектором, который имеет связь с компьютером, таким образом вы во времени регистрируете изменение уровня флуоресценции в этой области, которое отражает изменение концентрации медиатора. Ну вот что сейчас ребята сделали, они собрали вирус, лентивирус, на основе вот этого первого зонда, который сделан на основе прокариотического белка, собственно запустили систему фотометрии и в качестве тест-системы используются нецивирусы в гиппокамп и стимуляция, электрическая стимуляция септума, где находятся холенергические нейроны. Пока, правда, не заработала вот эта вот система, сейчас они собирают второй вирус уже с же белок связанным рецептором. Ну я вот хочу вам показать как раз картинку из свежей статьи Бужаки с использованием вот именно вот этого зонда на основе же белок связанного рецептором ацетилхолин. Значит, то же самое с регистрацией при помощи волоконной оптометрии, инъекции вирусов гиппокамп. И вот синяя кривая это изменение флуоресценции, то есть изменение уровня ацетилхолина, а желтым, например, показано изменить, и все это делается инвиво, на мыши свободном поведении желтым показана локомоция животного, то есть видна совершенно четкая корреляция. И если, например, ввести атропин локально, то сигнал от синей кривой, сигнал от сенсора пропадает. Ну и также при стимуляции септума мы тоже видим резкое увеличение флуоресценции, увеличение уровня ацетилхолина гиппокампы. То есть, в принципе, вот довольно симпатичная методика, и надеемся, что в скором времени она у нас в институте заработает. Теперь я хотел немножко остановиться на кальциочувствительных сенсорах. Кальциочувствительные зонды в основном тоже генетически кодируемые зонды основываются на циркулярно перемутированных флуоресцентных белках. Например, если рассматривать наиболее популярный зонд G-камп, это он сделан на основе GFP. И к вот этим новым ЦН-концам, которые очень чувствительны, собственно, от них зависит информация молекулы, пришиваются кальмодулин и кальмодулин, связывающий пепкид М13. И после того, как кальмодулин связывается с кальцием, происходит как бы сближение физической его с М13, изменяется конформация GFP, мы видим резкое увеличение флуоресценции. В настоящий момент большинство исследователей используют кальциевые красители не столько для того, чтобы измерять уровень кальция как таковой, как чтобы следить за нейрональной активностью, поскольку уровень кальция в нейроне очень четко отражает электрическую активность нейрона. И здесь для регистрации такой активности используются миниатюрные регистрирующие микроскопы, минископы, что тоже является относительно недорогим и доступным методом регистрации, если сравнить с двухфотонной микроскопией и так далее. То есть это такой же регистрирующий микроскоп, который только очень маленький, крепится на голову крысы или даже мыши и позволяет свободному поведению регистрировать по кальциевой активности активность нейронов. Ну вот так вот это примерно выглядит, что мышка бегает с этим минископом и мы видим, как вспыхивают нейроны с кальциевым зондом. Этот метод, он работает сейчас у нас в лаборатории в Москве, также в Петербурге, в политехе у Ильи Борисовича беспрозванных, и также в бывшей лаборатории Григория Николопова в МФТИ Владимир Сацков там регистрируется при помощи такого микроскопа с инвистой активность нейронов. И если вернуться к тому, к схеме, того, как работает например, самый вот такой популярный краситель, не краситель, извините, флуоресцентный зон Джекамп, мы видим, что он использует кальмодулин. Но кальмодулин это как бы белок, который очень важный белок, который работает в клетке и он имеет в клетке довольно много мишени, который он запускает, активирует, когда связывается с кальцием. Таким образом, когда вы вносите в клетку дополнительный кальмодулин, да еще связанный там еще с какими-то белками, которые непонятно как повлияют на функцию, вы можете вмешаться в протекание многих процессов в реальных и таким образом как бы нарушить работу вот такой внутриклеточной мишенери. Кроме того, каждая молекула кальмодулина связывает четыре иона кальция, то есть это кальциевый буфер. И опять же, когда вы экспрессируете в клетке G-Camp, это значит, что вы вносите в клетку дополнительный кальциевый буфер. А от уровня кальция, как мы знаем, зависит критическим образом протекание очень многих процессов клетки. Например, если говорить даже о синаптической пластичности, то и синаптическая депрессия, и синаптическая потенциация запускаются повышением уровня кальция. И все зависит от того, существуют окна. В одном окне уровень кальция запускает депрессию, в другом потенциацию. кальция кальция кальциевый буфер в клетку, то очень легко можно нарушить баланс и получить совсем не те результаты. Поэтому создано было довольно много разных других зондов, которые дают преимущество в этом смысле. И здесь я хочу рассказать о работе Федора Субыча. Это тоже бывшая лаборатория Григория Николопова в МФТИ, но сейчас она в каком-то состоянии непонятной такой находится трансформации, поэтому не могу сказать, где это сейчас все располагается, но, видимо, работа будет продолжена. Федор Субыч создал довольно много различных новых генетически кодируемых кальциевых зондов. Мы тоже принимали участие в тестировании части этих зондов, и многие зонды обладают довольно интересными свойствами. Ну, например, один зонд использует кальмодулин из грибов. Поскольку грибы эволюционно далекие создания, например, от позвоночных, то можно ожидать, что данный зонд, вот этот данный грибной кальмодулин, будет меньше вмешиваться в работу клетки как бы ее какой-то внутриклеточной машинерии. Интересно также, что этот зонд рационетрический, то есть его можно возбуждать двумя длинными волн 400 нанометров и 500 и при одной длине волны он дает увеличение флуоресценции в ответ на активность клетки, а в другом снижение флуоресценции. Другой интересный зонд, который НТНС, который сделан на основе другого кальция, связывающего белка, тропонина. В отличие от кальмодулина, тропонин имеет в два раза меньше мест связывания для кальция, то есть если говорить о его буферной емкости, она ровно в два раза меньше, чем у джеканта. То есть если вы планируете в клетке изучать какие-то тонкие процессы, которые могут быть чувствительны к изменению уровня кальция, то возможно этот зонд будет предпочтительным. Кроме того, он на 100 аминокислотных остатков меньше, чем джеканта. Поскольку в основном применяются методы вирусной трансдукции для доставки конструкции в мозг, очень часто критичным бывает размер зонта, потому что размер кассеты ограничен. Поэтому если вдруг по каким-то причинам используется большой промотор или еще что-то, зонд не лезет в вирус, то тоже можно рассматривать другие зонды, например, более коротенькие. Этот зонд также имеет отрицательный фенотип, то есть при увеличении концентрации кальция уровень флуоресценции спадает. Но вот здесь приведен пример записи с использованием минископа. у мышки с использованием вот этого зонда и мы вполне видим активность нейрона. Справедливости ради надо сказать, что все вот эти зонды, они, конечно, уступают G-Camp по соотношению сигнал-шум. Вот вы можете видеть здесь и по размеру сигнала G-Camp их опережает. Но тем не менее бывают ситуации, когда вот вам по каким-то причинам вы не можете использовать G-Camp о том, что я уже говорил, и тогда вот можно эти зонды рассматривать. Вот. И таким образом всегда можно связаться, я думаю, Федор с большим удовольствием даст конструкции со своими зондами, если у кого-то будет желание их попробовать. Ну, вот, пожалуй, все, что я вам хотел рассказать. Несколько методов, вот, наиболее, как мне казалось, интересных с точки зрения процессов, на которых они основаны. спасибо большое за внимание. Дорогие коллеги, поскольку это был пленарный доклад, ну, обычно вопросы не задаются, можно всегда связаться с нашим докладчиком. Еще раз большое спасибо за очень интересную и познавательную лекцию, и мы на этом, наверное, переходим к нашему к нашему